утро 25 апреля начиналось большой тарелки супа до из выпитых чашек чая прежде чем что-то втыкается внутрь бойцы собирались на раздачу бойчихи раздавали а мы своими мятыми и бугристыми лицами пугали окрестности этого карьера карьер вместо чистой воды взмутился сейчас мы имеем воду мутную видите мутная как вы думаете что тут под столом а под столом тут стоит стратегический запас наших бойцов я даже не скажу что это потому что это самый тайный секрет что-то нас метеорологи очень точно балуют своими прогнозами как написали они сегодня пасмурная погода с небольшим дождиком так вот этот небольшой дождик пробивается пробивается сквозь облака и падает на наши палатки и дом небольшой совсем небольшой но есть вчера мы поставили баню вот та самая синяя справа крайняя ее первое применение первое так сказать прохождение бани через нас или наоборот нас через баню охотный вариант хабана здесь поддончики все как полагается бутылка с вернее штырь с бутылкой чтоб не пробило на растяжка хотя можно вставлять вот сюда в эти уши вот в эти уши можно вставлять колья вот эти уши тут вот тоже вот тут есть и там по двум углам но мы растянули за растяжки так проще обваловали вокруг видите хвоей обваловали все поддувать не будет будет тепло и чисто сашка так ты одел колготки то одни а динару то дал и народил колготки вот так вот ну чем не археологи вчера в этом раскопе были и останки и огромное количество боевой амуниции и патроны и гранаты рг-42 в неснаряженном состоянии попадались поэтому мы сейчас решили планово скрыть начиная с пустого грунта как это и полагается при археологическом раскопе с пустого грунта потихонечку снимая слоями а потом уже осторожненько скобами и ножами смотрите как уходит щуп в этом месте почти по ручку ведь со свистом то есть грунт слабый тронуты и весь представляет для нас интерес то что идут останки однозначно говорит о том что как минимум один боец здесь есть ну или был разбит или разнесен или природой с ползанием песка ну и как принято говорить некоторыми зверями мы не знаем это узнаем позже мы ведем работу у самого подножия сопки а с юго-востока ее подсилает вот такая болотистая местность вся она избита воронками живого места на ней нет вчера я там нашел пока не сдохли батареи миника несколько мин огромный снаряд который мы называем свином ну предыдущих кадрах вы это видели пару гранат весь склон сопки изрыт окопами ячейками и ходами сообщений археолог гавшин нашел ну хороший кусок кусок в общем диск папаши папаша а чуть ниже мы нашли вот это а это братцы помазок эти вот он виде такой колбочки сделал это помазок бывший а это просто гильза следом сашка нашел там же блок аккумуляторных батарей смотрим маркировку немецкой гильзы 37 год то есть очень может быть братцы раз наши патроны двадцать седьмого года нем немецкий 37 конечно не факт но очень может быть что бой этот мог происходить либо осенью 41 либо в первой половине 42 года раз наши патроны двадцать седьмого дожили до того чтобы сюда попасть корниться предъявить пожалуйста очистью очисти пальцы сейчас мы ее на руку положишь раз мы на руке с ними а сейчас я вам покажу то что нашел сам лично можно сказать на пустом месте ну да над нашим раскопом расчищая его вверх выгрызая с лопаты над полный штык с тем чтобы а контуре в квадратик вынуть целый кубик и вот взмахиваясь в очередной раз глядя прямо у самой лопаты вот это представляете в десяти сантиметрах от колбы я нахожу танковый трак вот такой он в сравнении с 20 сантиметровой скобой ну что товарищ имею честь сообщить вам что через пол штыка лопаты после танкового трака и отрыл уходящую в бок и вниз трубу неужели труба печная неужели под этим угром погребенный блиндаж продолжая раскоп мы довели очистку трубы до этой стадии рядом было положено вокруг трубы дощечка от цинка от цинкового ящика обратите внимание она полукруглая она была вокруг трубы ведь а вокруг трубы смотрите черный грунт окалина трубы когда она топилась печка когда топилась перешла на окружишь и потом трубу песок что подтверждает что действительно печка похоже что я докопал до печки она виднеется вот там под трубой вокруг трубы в самом низу было несколько банок одна из них наполовину вскрыто и заткнуто обратно вот это левая народ продолжает расчистку входа блиндаж а все интересное похоже начинается тут ну не будем опережать события и вот и сашка у нас дорылся до чего-то пока непонятно неизвестно и интересного в режиме реального времени еще не откопав находясь в процессе сейчас покажем опаньки что штык штык винтовки мосина отлично сохран какой чуть-чуть обей но подбей подбить чуть 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 подбей нет что-то там есть слушай хорошо хороший в общем то это у него кончины кончита оборжавела средняя эта часть осталась неплоха он что в этом футляре что ли был а вот это кончита и потому изгнила дам был бы в песке было бы нормально ну и ладно мы не по этому делу до раскоп продолжаем санька у нас опять докопался до чего-то такого что потребовало поднятие головы и осуществление хитрого взгляда в нашу сторону вот он сейчас попытается дрыться давай археолог так что это что куча патронов да наверное цинк нет понятно патрики ладно копаем дальше наша печка в раскопе выглядит теперь вот так сверху был еще как минимум два а то и три звена трубы наш раскоп выглядит теперь так мы срубаем центральную перемычку вот эти три верхних звена трубы верхнего звена какого-то рожна был вот этот танковый трак вокруг них довольно много проводов проволоки банки и остатки дерева может быть крыши может быть настила пока непонятно срываем перемычку патрика пошли да ну ка 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 и тенденция опаньки пузырь целый бутылка целая 42 года да ты поглядя вот как лопата не заехать давить как я в колбочку не заехал лопатой ну только не рассказывай нам что 75 год русская бутылка бутылка русская не вогнутая ну давай посмотрим нет джина к сожалению нет лейтенантом и нам лейтенанта и санька горой оттуда тащит наши латунные патроны производства двадцать седьмого года мы уже посмотрели на донца они не стальные не плакированы они латунная потому сохран у них гораздо лучше но тут были стальные которых сохран никакой да это и ни к чему через столько лет но сохранность двадцать седьмого года конечно же доставляет мы докопались до днища блиндажа найдя на дне вот этот штык оставив печку на месте и начиная очень тщательно выбирать то что лежит на днище включая настил доски настила включая плоские дощечки ну пластины от цинковых ящиков а печечка сейчас справа вот за лопатой она у нас эти труба немножко даже где-то висит и вот доску за доской вытаскивая оттуда мы скрываем пол а саша сейчас справа вот настил блиндажа а саша сейчас справа срывает перемычку пустого грунта и подойдет тоже к полу входа блиндаж потом скорее всего мы расширимся вправо куда уходит печка и вот туда туда щуп уходит как мы говорим со свистом блиндаж был туда это поначалу совершенно невзрачное углубление ничто не подвещало такого раскопа в углу блиндажа нашлась початая банка солидола изолирующее свойство этого материала привело к тому что дно банки совершенно не корродировано видите беленькой сейчас мы его подожжем по крайней мере попробуем внутри была какая-то нить просолидоленное конечно мокрятина до песок посмотрите горит горит и ну сырая да но то что уже шипит говорит о том что там горючий материал ну вот мы и добрались до съема печки сашка с хитрым взглядом сейчас его докопает и снимет тенденц есть это та ее часть которая была непосредственно печки а скорее всего печка была из обычных цинковых ящиков вот такое добро у нас и же держи я сейчас сниму это еще и на фото нет присядь туда присядь сейчас я на фото сниму да ну еще раз добавляем ей два как минимум колено сверху вот они лежат справа вот такая как минимум ее длина была может быть больше может быть четвертое колено было я мяча ребята блин охренеть рука ели даже не до лазит до ну да это был столб да вот они его шметки угловой столб малиндажа у него стояла печка на ней куча угля вот он уголь идет вот он такое ощущение что стенка была отделана деревом и она горела соли загорелась от печки печка то вот она была еще чего да это столб ни хрена себе если то столб стало быть следующий угол там 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 да вход вот он ясно очевидно наверно может быть тут же был проем вот так вот в кои-то веке мы укопались кто-то скажет что мы трофеем но мы же вначале то бойца часть его нашли здесь к сожалению на полу бойца нет на полу смысле блингера вот тут мы докопались до пола черный пол устланы бревнышками листами от цинковых ящиков ну и всякой хренью в том числе углями вот здесь была печка вытащили шомпол два штыка и вот сейчас только что вытащил столб от угла блиндажа укупан он был наверное вот примерно вот крыша была примерно вот здесь его когда-то я так предполагаю конечно все просело да сверху надвинулся песок соответственно до пола мы дошли был он невысокий ну в три погибели согнувшись один-два человека спокойно могли здесь прикорнуть и с печечкой видим это были командиры переждать ночь а то и две а то и пять будем копать дальше в бока расширяться потому что бойца то всего мы не собрали где-то он должен быть может быть в боку может быть вот там слева справа за березами которые собственно говоря оторочивают вход определяют теперь я покажу эту выемку и яму углового столба вот рука уходит туда вниз далеко-далеко дна не достаю я не знаю как объяснить а соответственно я не знаю как снимать это в живую но то что я вам сейчас покажу в той самой нише видите вот она та самая ниша которая на предыдущих кадрах у нас имеет место в той самой нише почти на две трети глубины лопаты запихиваю туда достаточно сильно и достаточно порывисто и вдруг вижу что что-то ну не блеснуло конечно но что-то проявило себя не так как уголь я который оттуда сыплются песок или куски дерева подобные тому столбу который был вкопан в угол блин даже и вытаскивая на лопате это нечто я увидел вот это представляете вот это все лежало на лопате лопата воткнулась вот сюда я образно показываю вот сюда она воткнулась и вылезла вот это вместе с жидкостью видите здесь жидкость понятно что это вода но помимо воды ведь наверное было это исходное что содержала эта мензурка и все это вылезло на лопате поверх был некий жгут вот он да вот это дела творятся а бойца от все нет и нет к сожалению сразу вслед за мензуркой мы из ниши вытащили вот это тихонечко тихонечко вполне возможно что это вазелин а может быть нечто другое так бумага клади обратно и там что у нас прочитаю что написано карте фабрика июль 41 батюшки готовление а еще вот положи положи на топор чтобы я мог снять букв буквами нормально чтобы можно было снять так дорогие товарищи все происходит в режиме онлайн при вас скрытие первое перед этим скрытие не было фабрика 6 mp партия 534 6 штук t6 d60 изготовлены июль 41 года нам и перевернули этикеточкой для нормального прочтения вот сейчас только что прочли а там еще что-то написано вот на то вот этой этикеткой сторона д дыхание не трогу а это бумажка снимается сверху нет а по-моему синяя снимается аккуратно что не это не рвите да не рвите положи положи она это может быть пленка попробую эту женскую руку и многоточку на есть на что-то же я положил врач она и на крышку он крышка на крышечку раз читаем что здесь написано да тут d60 тоже строгая что-то предну предохранитель что-то от влаги брать только за края сторона пленки запотевшая отдыхание при прикладывается к стеклу это для противогаза от запотевания отработанная пленка заменяется новой при обтирании при обтирании маски не не про что-то не протирать не протирать но все правильно и приклеить и не протирать это тот самый набор от запотевания стекол маски противогаза который мы неоднократно находили и в болотах и на поверхности но внутри открывая коробочку не видели никогда ничего и вот впервые мы этот набор увидели воочию какой он из себя это вот их несколько слоев да да их несколько слоев на вот теперь хорошо выраженную бумажку сходив недалеко от места нашего раскопа на сопку дает я обнаружил вот это складной комплект дота или наоборот комплект складного дота он не полный муж какой есть представьте объем вынутого грунта вот он банк противогаза который вы видели на одном из блоков отлично коррелируется с этой маской дот прикрывал эту расселенно горела да они не железо из пищевой жести такое стекло достали расплавлено вот так и сборочка завернулась мальчики это так ведь расплавилась видимо тоже жать и температура